всем привет с вами марина вы на канале обо всем не только только вязание на покупках сегодня хочу с вами поговорить сегодня хочу с вами сегодня хочу я вам поделиться теми работами которые сделала моя мама моя мама вяжет называется рубрика в последнее время когда я показываю те или иные изделия которые именно вяжь действительно моя мама она достаточно много продвинулась праве по вязанию в основном аксессуары и очень хочется навязать разных носочков тапочек домашних чтобы потом зимой можно было смело спокойно одаривать родственников благо у нас и большое количество мы давайте немножко вот это видите кучка такая красивая у меня с этой стороны это только все одни носочки и тапочки и вот сейчас давайте поподробненько по подробнее мы с вами разберем и посмотрим из чего же она вязала как она вязала эти носочки и тапочки ну вот давайте начнем с нас с тапочек тапочки вот такие разного плана разного размера получается из того что берется разные пряжа толстенькая да и берется спицы другого размера то есть смотрите где-то на ю тубе она увидела этот мастер-класс честно я не знаю если сейчас у нее уточню обязательно ставлю ссылочку у какого блогера она это взяла на заметку на вооружение вязать тапочки вяжется просто прямоугольный приму прямоугольник вяжется прямоугольник и потом сшивается сшивается по низу идет шов вот сам треугольничек как бы на носочек и пяточка вот такая вот вот он получается здесь у нас с одной стороны откладывается треугольничек еще один получается вот такая вот красивенько интересная закладочка да на 1 на 2 носочек вот тапочек и вот так она навязала их уже четыре штуки раз разных разных размеров разных по где-то какую-то крошелочку добавила но в общем смотрите это у меня ализе на лана gold classic тракотового оттенка номер к сожалению я не вспомню но тракот называется вот одни детские даже на маленькую ножку кого если маленькая ножка будет нужно детские потом чуть побольше таракотовый оттенок еще остался на год я может быть даже еще и на вижу это бусинка где-то бантич и где-то еще что-нибудь чтобы можно было как-то отличить одной ту или иную пару и вот еще вот такие вот тоже все одного плана просто где-то украшалка одна дитру другая и это связано ализе ализе супер лана миди 100 грамм 170 метров 28 номер оттенка так 275 акрил 25 процентов шерсти спицами к сожалению не вспомню какими зал но она вяжется за носочных спицах толстеньких вот у нее получается вяжется говорю быстро легко вяжется прямоугольной платочной вязкой потом сшивается и все все вот она четыре штучки таких навязала там по моему счете то в работе но она не мне не дала не показать показать вам так что на вооружение мало ли может кому-то пригодится из остатков пряжи можно вообще навязать разное количество этих тапочек и разноцветных даже можно применить их почему бы нет да если вы не знаете куда деть пожалуйста есть вам такой вариант так дальше мы идем переходим к носочку и носочной пряжи не так давно у меня были распаковки посылок из интернет-магазина вязаный рф и я там показывал две носочки на к бога вот такого красивого оттенка тут разный оттенок из сиреневый розовый коричневый желтый номер оттенка 82 448 100 грамм 400 метров 75 625 процентов полиамида но обычно классическая носочная пряжица и вот она навязала у нас было 2 2 моточка по моему и вот из двух моточков навязала сколько пар то есть получились детские как раз на сыночка и еще наверное женские получились тоже вот такие вот потом еще вот такие интересные вариант то есть резинка потом платочная даже вязка или изнаночные не знаю такая вот интересная до получил сама по себе конечно пряжица секционного крошения да и еще плюсом она добавила какие-то еще рядочки укрепляла каждый почти каждую пяточку она укрепляла нас точно добавочкой на всякий случай так и еще одна пара вот побольше тоже носочная добавка по моему стандартная пятка никакая не бумеранг ничего просто по моему бабушкина пятка простая обычная стандартная классическая и вот она получается из двух матков вот от 2 матка вот сколько осталось там грамотки 123 больших три носка больших и плюсом еще детские замечательный такой расход хороший спицы на чулочные вот эти вот чулочные спицы у нас остались еще давным-давно от бабушки наши вот она на них вяжет я привыкла на них и вижу magic club маня как-то не очень любит вязать так что вот так следующий давайте перейдем тоже носочная пряжа и не до конца довязала моток их по моему тоже у нас два матка это ла носа ла носа бани ты этник так 100 грамм 300 метров от номер цвета 941 так что ну тут наверно тоже просто а нет 49 процентов мирина и 51 процентов акрила процент акрила вот по носа даст чуть-чуть конечно отличается от бога явно отличие да есть даже видно сразу что есть отличие в пряжи по толщине даже в петельках вот они прям отличаются сразу видно и как-то знаете мне вот ла носа как-то чуть-чуть поприятнее она понежнее что ли как-то прям здорово не знаю мне потекать по тактильности мне ла носа нравится не знаю почему но она чуть поговорю потолще чем бога на к и вот сколько она связала из этой пряжицы одни такие женские носочки это же какая расцветка интересная так потом наверное детские до детские но на вырост на вырост ребенку вот и еще вяжет вяжет еще тоже наверное такие детские получится на подростка можно сказать уже такого но не как-то подростка но тоже детские наверное будут на какую-то маленькую ножку вот она вяжет остаются там остаточки буквально немножко муж куда они тоже их пристроит вот такие вот пока продвижения по носочкам по аксессуарам да сейчас дальше вам тоже расскажу про x аксессуары а дальше сейчас буду рассказывать еще об одних готовых работах это три работы 2 это две работы про одну наверно уже рассказывала это три работы сейчас я покажу какие надеюсь камеру они мне все поместятся вот такая вот красотенько это три палантина связанные по одному узору по одному мастер-классу мастер-класс если что я подпишу на экране надо будет уточнить у мама как он называется откуда точнее она взяла это три одинаковых палантина у каждого своя история давайте начнем пожалуй с первого и маленький он получился ну как маленький ширина длина если что я подпишу на экране но он получился невесомый как паутинка вообще красота действительно паутинка паутинка связано из ализе кид роял кид мохер кид роял не знаю как правильно по моему один моток точно ушел и вот от 2 немножко прям подхватила мама немножко довязала 2 224 224 номер цвета 50 грамм 500 метров тонкая пряжа улица колется колючка колючка прям колючая 62 процента кид мохера и 38 процентов полиамида вот такая пряжица смотрите прям невесомость какая да прям паутинка паутинка вообще красота вязала на толстых спицах то ли пятерка то ли четверка сожалению наверное не вспомню сейчас подпишу тоже все все всю информацию я подпишу на экране давайте договоримся так и обязательно тоже фотографирую покажу как он вообще сколько как он смотрится на улице вот так но мне тоже понравилось ей понравилась задумка идея ей хочется еще тоже нескольких палантинчиков связать от именно чтобы они были вот с такими вот красивыми уголочками чтобы они вот вот так слов не подбираю никак не могу подобрать потому что наверное эти как когда не сам вяжешь сильно ним не подберешь каких-то слов рассказать про ту или иную вещь как она в ощущении как она вязалась и вот все такое вот остальное вроде бы как-то получается подбирать но вроде как-то и нет невесомая правда палантинчик получился очень красивым так это рассказала про один такой же рисуночек как и на лиловом помолило вы назывался в цвет и не помню только этот уже из другой серии ализе ангура gold земли номер цвета 599 100 грамм 500 метров 75 процентов акрила 20 процентов шерсти 5 процентов металлик тоже красивая пряжица такого нежно-молочного нет снежно-серая голубую сера светлая тоже пряжица слоновая кость как будто вот такая вот молочно-серая вот что тут перелив какой-то и кстати не за люрекс металлик этот голографический он на принципе и есть и принципе как-то не такой ненавязчивый что он не бросается сильно в глаза тоже пряжица хорошая из земли я тоже вязала мне понравилась эта пряжка взял крючком кстати и кстати носите очень даже прекрасно и вот еще один палантин на тоже целый моток и от 2 буквально немножко взяты граммульки на завершение самого изделия так что вот такой то еще один палантин и третий палантин тоже сейчас ализе ангура gold теперь это у нас только такого красивого серого оттенка очень красивый оттенок там серо-розовый что ли на камеру продает сереньким а на самом деле очень красиво правда оттеночек тоже такой же узор смысл такой же просто в другом оттенке так на скажу цвет ализангура gold и . вы же по было где-то 100 грамм 550 метров 80 процентов акрила 20 процентов шерсти 163 номер оттенком так все он да вроде бы все сказала спицы я подпишу давайте договоримся так так ну и вот из аксессуаров все пока сейчас покажу что мама связала уже за это время на себя любимую футболочку и что у нее в работе сейчас давайте посмотрим ну вот у нее готова работа футболка из фибра натура папирус я уже несколько раз об этой пряжица говорила говорила что мама вяжет такую же футболку как из лотос сейчас наверно старый фотографию что у нее получилось до этого и вот у нее связалась эта футболка говорит шикарно вязалась пряжица прекрасная вязать приятно и она действительно на ощупь приятная такая но не скажу что прям тяжелая но хорошенькая она уже этот уже прошла носку в этого несколько раз уже точно понравилось и маме пряжица и вот она еще такую же вяжет в общем давайте сначала по порядку не будем забегать вперед так фибра натура папирус 50 грамм 20 метров 78 процентов хлопок и 22 процента шелком так что еще цвет у нас 22905 вот такой цвет пряжица круточка у нее такое хорошенькая интересненькая да и вот как раз таки скручена она да и вот здесь можно проглядеть как-то немножечко вот этот самую ниточку наверно шелком но по крайней мере это предполагаю да вот она здесь откуда винтиком идет вот она там и проглядывается хорошенькая пряжица правда и на ощупь очень даже классная но минус этой пряжи ну во-первых фибра натур достаточно такая на слух дорогая пряжица ну точнее фирма и вот мама купила сколько 7 мотков у нее ушло а 10 мотков вот эта пряжица это было 7 мотков ушло осталось 3 и вот смотрите она вязала пока эту футболку вот в таких си граммовых мотках было по 4 узла 3 узла то есть напередись и граммовый моток было 3-4 узла и вот сейчас она тоже еще вяжет тоже то такая же ситуация то есть на 7 мотков у нее наверное один может быть из партии был без узла ну что такое как-то хочется до вязать из-за маленького моточка не делать их постоянно узлики или же соединять их как-то прям вот это конечно не понравилось всем как пряжа хороша но вот этим тоже не очень-то хороша но так давайте разберем саму модельку я уже о ней немножко разговаривала пряжа лотос была дай такая же розовая оттенка связалась у нее вот такая прям кофточка давайте немножко расскажу чуть-чуть так поподробнее да как же нам мамы навязала сколько набирала и как переходила на рукава и на тело так давайте расскажу вязала она спицами 225 это вверх то есть вот этого часть она вязала набирала 100 петель и плюс 1 5 это замыкание в круг вязала 7 рядов лицевых 7 рядов и в шестом ряду переходил на полую резинку здесь небольшая пола резиночку у нее есть тут предполагался тут ролик тогда вот так вот красивенько заворачивался но это пряжется рублик не держит но и тоже неплохо так после полой резинки дальше она переходила на один ряд изнаночной у нее был тут она конечно убавляла до эту полую резинку как она вяжется правильно и начала распределять и изнаночный ряд вязала резинкой тройкой спицами тройкой и начинала распределять реглан сверху реглан сверху начинала распределять также скажу как 100 петельник у нее было 35 у нее на спинку по 8 петелек у нее на рукавах и на саму на перед у нее 41 петелька тоже был росток росток она кружилась по рукавам и по переду то есть 10 спинку она не брала и по 2 петли у нее регланной линии так вязала вязала регланной линию длина 25 сантиметров 25 сантиметров регланной линии все это теряет она теперь рукавчики и перед и спинку на рукавах у нее 69 петелек плюс подреза всего этого не получая получилось 90 петелек на рукава провязала небольшое количество с узором рядов и также перешла на полую резинку и вот изнаночный ряд закрыла и изнаночный ряд еще провязала но так интересненько получилось поближе покажу сейчас вот так это рукавчики и дальше пошла потом до низа изделия и все да и также оформила низ низ у нее также полой резинкой и два раза изнаночный ряд все и закрыла все получилось хорошенько такая интересненько футболочка даже да скажу правда интересная к телу приятная на ощупь и здесь у нее кстати идут не сказала изнаночная петелька у нее идет как будто имитация шва имитация шва все это про это футболка рассказала теперь точно такая же футболку только дарил гейм цветом сейчас покажу вот точно такая же футболку только другой цвет идентичная пряжица все точно точно так же так сейчас скажу давайте номер цвета этой пряжи тоже не так давно было посылки 22903 color да правильно же это он такой знаете желтенький на камеру он передает зеленцой ну как так у меня свет сегодня падает не очень удачно на самом деле он желтый но нет нет не передаст желтый знаете как будто чуть-чуть как будто как белизна какая-то где то есть как будто как вот меланж какой-то точно такая же футболка как предыдущая она тоже длину полностью вывязала мама и перешла на рукава и вот и осталось довязать немножко рукавчик а перейти на полую резинку и 2 рукава довязать и все футболка готова можно ее уже будет прекрасно носить и вот сейчас о чем речь в этой же тоже пряжи столько было в одном отки не знаю 44 узла лет не знали 5 узлов смотрите что это такое да узлы на узле узлом погоняет это кошмар то есть 50 граммов моточки вообще безобразие творится ужас вот это все придется заправлять ой да также вяжет как и предыдущую все наверное да что могу вам еще рассказать про ту или иную вещь наверно когда буду монтировать это изделие это видео может быть уже мама сда вяжет эту при эту футболочку и я вам на ней покажу одну загадывать не буду посмотрим еще же было дополнить сейчас ставлю то что этот видео смотрите какие интересные красивые коврички мама до связала это из трикотажных футболок тоже где-то нашла такой узор интересный подобрала цвета не знаете как красиво да получается то есть замечательно под под ножки поставить положить этот ковричек вообще прекрасно и этот не до конца завершён ну правда просто не хватило того или иного цвета скажем так но тоже в скором времени может быть это завершится и еще маленький кружочек начало положено но будет скоро наверно завершение но вот такие вот красивые декоративные коврички можно также смело сделать себе почему нет да футболки старые есть пожалуйста разрезать разрежьте их и вот воплотите в такую жизнь да только нужно их делать это все на улице или же на балконе или же где-то на природе потому что очень очень сыпется очень-очень сыпется сама ткань футболочная вот это вся и очень много мусора предупреждаю сразу кому будет интересно но это на этом точно все спасибо большое что были со мной до новых встреч пока